Здравствуйте дорогие друзья, с вами Павел Басманов и сегодня мы поговорим о дефрагментации дисков. Как вы знаете или может быть не знаете, в Windows 7 и Windows 8 диск C дефрагментируется автоматически, но диск D и другие диски естественно не дефрагментируются, то есть их нужно настраивать самому. Windows XP вообще это самая актуальная тема, там обязательно нужно дефрагментировать, чтобы компьютер побыстрее работал. То есть освобождается некоторые данные, то есть убираются, анализируются и дефрагментация происходит файлов. То есть происходит дефрагментация файлов. С вами мы сегодня рассмотрим одну из программ для дефрагментации. Естественно она бесплатная, абсолютно на русском языке, очень интересная. Это актуально собственно и для 7 и для 8, но самое актуальное конечно для XP. У нас очень много еще людей сидят на Windows XP. Давайте посмотрим все таки, что такое дефрагментация. То есть на Windows 8 мы, если откроем мой компьютер и по диску C свойства выберем и сервис. То есть как мы видим здесь оптимизация и дефрагментация диска. То есть ради интереса откроем, что у нас. Вот как вы видите, как я и говорил, то есть диск C он у нас автоматически идет. То есть последнее 15.06 произошла дефрагментация, но фрагментировано 0. И как говорится, диск D никогда не запускалась. То есть у нас как бы нету. Я предлагаю альтернативную программу. Программа проста. Вот Smart Defrack 2. То есть лучший бесплатный дефрагментатор. Сверхбыстрая дефрагментация. Максимальная производительность. И гарантия сохранения данных и стабильная работа. То есть автоматическая и удобная бесплатная программа. Естественно поддержка Windows 8, Windows 7. Абсолютно. Также Vista и XP. То есть здесь много очень чего написано. Очень интересно, что у них награды есть. От магазина Chip. Также от Windows 7 награды. То есть довольно-таки такая симпатичная программка. Также здесь рекомендуют помимо ней еще и платные программы. Но нас интересует именно Smart Defrack 2. Давайте ее скачаем. Посмотрим, что она работает. Сохраним. Эта программа очень небольшая. Она может заменять стандартный дефрагментатор. Также ее можно настроить под разные задачи. Ну вот у нас программа скачалась. Откроем папочку, куда у нас сохранилась. Ссылка на эту программу и на сайт будет под катом, под видео. Вот она, Defrack Setup. Запускаем ее. То есть здесь у нас сразу, обратите внимание, бесплатные программы. То есть они все вот здесь, вот эти все 4 программы. Кстати, они не все бесплатные. Они потом будут через 30 дней просить деньги. То есть мы выбираем выборочную. Вот тут сразу нам галочки установить спутник. Убираем. То есть нам это не нужно. То есть мы выбираем выборочную. То есть восстанавливается только именно дефрагментатор. То есть вот это не... Заметьте этот момент. То есть левых всяких нам не нужно. Ну здесь по умолчанию. Ну давайте запустим программку сразу. Вот. Тут же ярвычок на рабочем столе. Smart Defrack 2. И вот мы видим. То есть сразу нас отправили еще на сайт открылся. Типа оставьте отзыв. Вот. Ну нам это не нужно. Все. Закрываем браузер наш. И перейдем к нашей все-таки программе. То есть вот такая вот программа. То есть у нас локальный диск C, диск D. То есть дефрагментация, анализ. Все собственно абсолютно просто. Ничего сложного. Ну давайте скины можно темно-световый выбирать. Опции. Какие у нас опции. Здесь есть галочки уже автоматически ставят по умолчанию. То есть довольно-таки интересные. Ничего не нужно уже практически настраивать. То есть сворачивать в трейд. Автозагрузка стоит. Включить подсказки можно, кому интересно. Также дефрагментация. Включить умную и тихую технологию дефрагментации. Вот это рекомендуется как раз. То есть у вас когда компьютер, допустим, ну вы не работаете на компьютере, начинается дефрагментация. И также остановить дефрагментацию, когда вы работаете на ноутбуке при батарее, естественно. Ну здесь собственно нормально. Все настроено. Также вот здесь вот опция запустить автодефрагментацию, когда пока не задействован более 5 минут, как я об этом ранее говорил. И остановить автодефрагментацию, когда использование ресурсов превысит 60%. Ну допустим вы что-то делаете, качаете, или еще что-то обрабатываете. Он вроде думает, что бездействует, но у вас на 60% загружен компьютер. То есть он отключает. Ну, запланированную дефрагментацию можно, естественно. То есть определенный день. Ну я вам советую, если на XP, ну где-то, да вообще не то, что на XP, и на Windows 7, и на Windows 8, все-таки советую вам раз в месяц это делать. Ну хотя бы раз в два месяца. То есть желательно все-таки это делать. Все-таки это не просто так и лучше. Ну и естественно тут дефрагментация при включении компьютера. Можно также делать вот каждый седьмой день при загрузке, при следующий, ежедневно, при каждой загрузке. То есть вообще можно галочки размыть. Также список исключений можно добавить. Ну и естественно интерфейс пользователя. Ну как бы здесь все по умолчанию, вообще ничего не вижу, чтобы что-то убирать. То есть пройдемся по автодефрагментации. То есть у нас диски 0, процессор 2%. То есть как бы ничего такого нету. То есть дефрагментация при включении ПК. Вот здесь можно галочки поставить. То есть настройки разные. Ну я тут тоже не вижу ничего. Можно анализировать вот в отчете. И здесь, здесь естественно у нас центр. Мы здесь их не установили вот эти программы. То есть они нам реально не нужны. То есть, ну и вот, перейдем к анализу. Ну допустим мы выберем все диски ради интереса. И вот у нас здесь вот хочу заметить автодефрагментацию. То есть у нас по умолчанию Windows 7 и Windows 8 на диск C стоит автоматически автодефрагментация. Но про диск D почему нам не надо забывать? На нем же тоже файлы. То есть доступ к этим файлам, хотите быстрее к ним. То есть быстрее что-то открывалось или еще что-то. То есть я его советую тоже все-таки дефрагментировать. Потому что все данные у нас как раз и находятся тоже на диске D. Именно ваши личные. И к ним бы как бы хотелось тоже побыстрее доступ иметь. Если мы вот сейчас вот видите рука у нас. Если мы сейчас здесь нажмем да. Да. То есть автоматически у нас есть. Ну давайте проведем ради интереса анализ. И посмотрим что у нас он покажет. Вот происходит анализ. Анализ собственно довольно таки так шустренько идет. Но у меня винт здесь не такой уж большой. Всего лишь 50 гигабайт. То есть здесь мы сейчас при анализе. Вот красные пятнышки это как раз файлы которые можно дефрагментировать. Вот идет естественно диск C. Вот у нас он 54, 58. Довольно таки быстренько шустренько все идет. Очень быстро. И сейчас мы посмотрим. То есть у нас вот уже красный. То есть хоть у нас и Windows 8 вроде бы стоит по умолчанию. Автодефрагментация. Но все таки желательно дефрагментировать. То есть вот у вас размеры дефрагментации 2,8%. Фрагментов 8,965. То есть можно конечно отдефрагментировать обязательно. Перейдем опять в статус. То есть вот у нас проанализировано. Здесь черненький. Если мы посмотрим. Вот видите черные у меня неперемещаемые. То есть вообще вот здесь вот на диск D. Да я здесь вижу. У меня там мало файлов. То есть у меня там два образа всего лишь лежат. Если у вас на диске D очень много. То есть красненьких вы бы увидели. Вы бы сразу поняли что их нужно обязательно. Но зато на диске C. Вот у меня красненькое. Фрагментированные. То есть их нужно обязательно. То есть если мы пройдем. Беленькие это свободное пространство. Синенькие квадратики редко используемые. Зелененькие часто используемые. Каталоги. Потом следующее MFT. Неперемещаемые черные. Да есть такие файлы которые не перемещаются. И вот как раз красненькие квадратики. Это фрагментируемые. И зелененькие перемещаемые. То есть вот как раз если мы сейчас нажмем. Дефрагментацию у нас начнет диск C фрагментировать. То есть мы можем сейчас допустим здесь вот дефрагментацию выбрать только дефрагментация. Или дефрагментация и быстрая оптимизация. Или дефрагментация и полная оптимизация. Ну допустим я давайте выберу дефрагментацию и быстрая оптимизация. Посмотрим, сколько это времени займет. И как раз увидим анализ после фрагментирования нашего диска C. Повторно идет, естественно, анализ. У нас, считай, сразу диск D он показал оптимизированным, потому что у нас там на самом деле нечего фрагментировать. Также хочу показать, когда идет оптимизация, то есть именно дефрагментация, оптимизация. Вы видите, кубики выстраиваются вот эти по цвету. То есть они все сейчас идут как бы в одну линеечку и начинается просто как пятнашка, грубо говоря. Вот так вот. То есть довольно-таки интересный графический интерфейс дефрагментации. Очень такой прикольный. Ну вот, у нас уже прошло 18% оптимизации. То есть вы видите, оставшееся время еще 25 минут, как считает именно время программное этой программы. Вот так вот назовем это. То есть уже, как вы видите, по графическому интерфейсу красненьких квадратиков не осталось. И довольно-таки уже так все начинает переходить. То есть частично белый квадратик, как вы видите, ушли вниз. То есть уже в нашей цветовой гамме нету посередине белых квадратиков. То есть все в белой. То есть уже свободное место передефрагментировалось. То есть сейчас, скорее всего, будет все едино в скором времени. То есть мы до конца досмотрим. Это я специально вам показываю где-то в одной трети. И в конце мы увидим полную картину. Ну вот. Наша дефрагментация закончилась. То есть, как мы видим, оценка фрагментации до 2,8%. После уже по нулям. То есть всего файлов папок такое-то количество. 142 118. И дефрагментировано 1770. То есть абсолютно все оптимизировано. Если мы опять перейдем в статус, вы увидите, что у нас дефрагментированных файлов уже не осталось красненьких. Зелененькие больше сгруппировались вверху. То есть это часто используемые. А синенькие, которые меньше используемые, они все-таки большая часть и основная часть уже внизу. Ну и черные, которые не перемещаемые файлы, они как-то все выстроились в одну как бы полоску. То есть доступ к этим файлам, к зелененьким, которые мы часто используем, становится быстрее. Ну вот опять анализ он пошел. Нам он не нужен, собственно. Мы отчет уже посмотрели. Это просто я сейчас случайно нажал. То есть вот такая вот программка. Собственно, простая. Я вам все-таки ее советую настроить где-то раз в месяц, дефрагментировать, пусть она в автоматическом. То есть раз в месяц она у вас запускается и дефрагментирует. То есть или вы сами вручную. Но обычно забывают люди. Авто-дефрагментацию тоже можно поставить, конечно, оставить это все. Но бывает иногда то, что она запускается, и вы забыли совсем то, что у вас эта программа запустилась, и у вас начинает маленько все подтормаживать. А вы, она в трее висит, эта программа, то есть вы не видите. Все-таки я советую ее настроить. То есть опция авто-дефрагментация. То есть можно вот эти галочки поснимать абсолютно и запланировать. То есть ее включить, допустим. Вот включим у вас. Сейчас. Вот. Запланированная дефрагментация. То есть быстрая оптимизация. Можно полную оптимизацию поставить. Но я советую вам полную автоматизацию. То есть поставить две галочки. И допустим, когда вы точно знаете, что у вас компьютер включен, и вы за ним не находитесь, можно это все сделать. То есть мы сейчас вот, допустим, настроим. И здесь, допустим, каждую неделю можно выбрать. Допустим, понедельник пусть так же. И время запуска, естественно. И здесь опции. Также можно поставить обязательность, если кто у кого на ноутбуке. То есть не начинать задачу, если пока работает от батареи. И остановить задачу, если включилась батарея. То есть это тоже две немаловажные галочки, хотя имеют совершенно разные вещи. То есть здесь все можно окей, нажать. То есть применим. То есть у нас понедельник в 10 часов он будет, дефрагментация, проводиться. Ну что еще здесь можно сделать? Собственно, больше и ничего. То есть мы запланировали, это сделали, и все. Собственно, ее можно закрыть, и она будет спокойно себе работать. То есть абсолютно интересная программка. Еще раз посмотрим. То есть вот. Smart Defrag. То есть техподдержка здесь есть. Также можно посмотреть еще о программе, естественно. Ну вот. Такова программа. То есть довольно-таки симпатичная, бесплатная. И выполняет, я так думаю, свою работу. Ну ура. Ну с вами был Павел Басманов. До скорых встреч. Удачных вам действий и решений. Субтитры сделал DimaTorzok